С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Хлеб на Рейнмарского хлебозавода пользуется огромной популярностью у жителей региона. Таким большим аппетитом руководство предприятия только рады. В качестве хлебной продукции убедился и временно исполняющий обязанности губернатора, побывав сегодня на предприятии. 19 августа отмечается Всемирный день фотографии, впервые появившийся на свет в первой половине XIX века. О любви к профессии и тонкостях мастерства расскажем в этом выпуске. Житель НИСИ стал участником программы по добровольной сдаче оружия за вознаграждение. 58-летний мужчина нашел ружье в груди мусора. Информация о штрафах за багажники на крышах автомобилей несколько дней назад появилась в ряде федеральных СМИ. Госавтоинспекция Российской Федерации опровергает эту информацию. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Ненинском округе проведено 27 обследований на выявление COVID-19. Новых случаев заражения не выявлено. Напомним, накануне заболевание было обнаружено у двух жителей Наринмара, прибывших в город на самолете с большой земли. Они получают амбулаторное лечение. За все время пандемии в Ненинском округе зарегистрировано 299 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство случаев у работников предприятий нефтегазодобывающей отрасли на месторождениях, где они в основном и получают амбулаторное лечение. За последние сутки из стационара было выписано пятеро вахтовиков. Пока здесь остаются и проходят курс лечения еще два человека. Всего за время пандемии с 299 случаев заболевания, зарегистрированных на территории региона, выздоровели 258 человек. В настоящее время проходит амбулаторное лечение 36 человек, в том числе три жителя Наринмара. На самоизоляции находится 501 человек. Напомним, лица, пребывающие в регион без справок об отсутствии заболевания, должны пройти курс двухнедельной самоизоляции на дому. Такой режим будет действовать до 30 августа. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости пересмотреть стратегию пространственного развития России до 2025 года. Документ, который был разработан и утвержден еще прежним составом правительства в конце 2019 года, предполагает ставку на поддержку городских агломераций как локомотивов экономического роста. Однако, считает Матвиенко, стратегия не учитывает особенности расселения страны по огромной территории и грозит ее обезлюживанием, что сопряжено с серьезными геополитическими рисками. Считаю, сейчас самое время по-новому под географическим и геополитическим углом зрения взглянуть на утвержденную в прошлом году стратегию пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. По моему мнению, это не догма. Это документ, который требуется еще развивать и донастраивать. Написано в выступлении Матвиенко по случаю 175-летия Русского географического общества. Напомним, стратегия пространственного развития России до 2025 года, которая была утверждена в декабре 2019, предполагает создание в России 12 макрорегионов. Однако, спикер Верхней Палаты парламента убеждена, что без существенных коррективов документ не обойтись. Она также отметила негативные последствия тенденции сверхурбанизации для большого количества россиян. Сенатор призвала доработать документ, чтобы обеспечить сохранение малых и средних городов, улучшив в них условия жизни. Да и в целом нельзя не видеть, и пандемия коронавируса это подтверждает, что следует переосмыслить отношение к урбанизации. Так ли неизбежно урбанизация, как нас в последние годы убеждали иные эксперты. Надо ли и далее спокойно взирать на этот процесс, поддерживать его, аргументировала спикер. 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корски Ара. А история создания первой фотографии начинается в 1839 году. Тему продолжит Александра Литкова. Первые в мире фотографии появились почти 160 лет назад. Само слово «фотография» переводится с древнегреческого как «светопись», и это не просто так. Именно свет решает, каким будет снимок. Кроме этого, чтобы сделать удачный кадр, нужно словить момент и заранее увидеть, как будет выглядеть картинка. Екатерина Шутяк работает фотографом издательского дома НАО два года. Свои первые снимки девушка начала делать еще в школе. Сегодня, несмотря на обилие современных телефонов с хорошими камерами, отдает предпочтение профессиональным фотоаппаратам. Меня, кстати, раздражают эти новые телефоны с своими крутыми навырочными камерами, потому что это как будто обесценивается труд фотографа. И вот, конечно, дело не в технике, как в этом анекдоте про кастрюли и поваров, но то, что зависит все-таки от фотографа. У человека может быть офигенный телефон, но руки из другого места растут, и все равно фотографии не получатся так хорошо. Особое место фотография занимает в жизни тех, кто выбрал это занятие своей профессией. Алена Татаринова полгода назад открыла свою фотостудию. Говорит, семейный фотоальбом с напечатанными снимками должен быть в каждой семье. Фотосессия вообще семейная – это работа фотографа и моделей, то есть семьи, взаимодействие такое. То есть как ты с ними открыт, так и они с тобой будут открыты, чтобы люди… На фотосессии примерно нужно минут 20, чтобы человек раскрылся, расслабился, семья расслабилась перед тобой. Естественно, это профессиональные какие-то навыки, выставить правильно свет. Все равно фотография – это память. Мы же помним, что у каждого в детстве там где-то хранится фотоальбом с семейными фотографиями, можно достать, показать. Всемирный день фотографии – праздник не только профессиональных фотографов, но и всех, кто любит фотографироваться. Ведь особо ценными для нас снимки становятся спустя годы. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Наринмарский хлебозавод – не то предприятие, куда могут свободно зайти посторонние, но в этот день для гостей было сделано исключение. С рабочим визитом на одном из стратегических предприятий округа побывал временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. Хлебозавод встречал гостей неповторимым ароматом свежего хлеба. Хлебобулочный цех. Здесь готовится тесто для будущих изделий. Черного и белого хлеба, нарезных батонов и булок. В ночной бригаде трудится четыре человека. Среди них – тестовод Григорий Илатовский. Мужчина работает здесь уже 25 лет. Тестовод – профессия ответственная. Он должен на зубок знать дозировки и рецептуру приготовления. Ведь чтобы тесто получилось аппетитным, нужно на начальном этапе соблюдать определенную температуру, учитывать влажность и степень эластичности теста. И, конечно, вложить в него тепло своих рук. Одна часть изготовленного теста отправляется в руки покупателя для собственных нужд. Другая поступает в делитель, где происходит формовка. Здесь его разделяют по весу и придают нужную форму – кирпичик или круглый хлеб. Спустя несколько часов тесто отправляется в печь. Когда это? Вот как не наедет? Раз приходится вот за день доставать эти формочки. Вообще 7-8 оборотов. Наринмарский хлеб пользуется огромной популярностью у жителей региона. Таким аппетитом на предприятия только рады. Объемы большие. Замес составляет 1 замес на 432 пуканки. Это, конечно, объем. Вообще производительность этого оборудования очень большая. Да, мы выпустим хлебом жога. В Рио губернатора Юрий Бездудный сегодня посетил предприятие и наблюдал за процессом выпекания хлеба. Впрочем, работники завода похвастались и широкой линейкой кондитерских изделий. Это пряники, корзинки, баранки, кексы, коржи. Всего более 50 наименований. Кондитерский цех частично модернизирован. Здесь есть итальянское оборудование. Но, по словам Натальи Алтуфьевой, даже заграничная аппаратура не заменит ручную выпечку. А что нужно, чтобы она хорошо получилась сделать? Душу ложить. Скатываем, да, масло. Потом посыпаем корицу, закручиваем, кладем, режем. Почему выбрали именно, повтори, месло, профессию? А, я думаю, после школы был набор только лекаря-кондитера. А, ну, после школы, и все, как лекарь-кондитер. Любимое лакомство ненецких жителей – хлебозаводской пряник. Считается, что русскому прянику больше тысячи лет. Наш Наринмарский, конечно, еще молодой. Ему меньше 30 лет. Несмотря на юный возраст, вкусовые качества у него не уступают, например, тульскому. После того, как пряники пройдут глазировку, их сушат, а затем упаковывают. Кроме кондитерской, на хлебозаводе есть цеха по производству мармелада и разливу безалкогольных напитков. Вкус детства лимонада «Экстра-ситро» и «Дюшес» можно найти в сетевых магазинах в разных районах города и поселка «Искатели». Впрочем, как и другую разнообразную продукцию. Выпускаем ассортимент порядка 120 наименований, это точно. Ассортимент большой. Хлеба разного много. Кроме социальных сортов еще много всего выпекаем. Это и багеты, и 8 злаков, и всевозможные. Много зерновые фьорды. Ну, много мы печем хлеба. Но также стараемся и кондитерку развивать тоже. Вот сейчас за лето подготовили много новых пирожных. Хотим вот к сентябрю выпускать. Инженер-технолог Елена Севастьянова когда-то работала на московских хлебозаводах. Говорит, наш хлеб лучше многих столичных. В составе только натуральные и полезные ингредиенты. У нас традиционная технология приготовления хлеба. То есть, если это дарвенский, если мы возьмем, то это хлеб, который выпекается на заквасках. Закваски – это определенные типы микроорганизмов. То есть, это практически без дрожжей он выпекается. И формирование мякиша происходит за счет заквасок. То есть, это старая технология. Ни одни химические сухие закваски не дадут вам такого качества хлеба. Сегодня на хлебозаводе трудится 92 человека. Пекари, тестомесы, формовщики, кондитеры. Сюда приходят молодыми и остаются на десятилетия. Потрясающее предприятие. Оно уже с историей. И да, не новые цеха, но зато люди работают, которые любят свое дело. И предприятие выпускает очень много продукции. Более 100 видов наименований выпускает хлебозавод. Вдумайтесь, 110 тонн хлеба выпекают в месяц. Выпуск особенно определенных наименований хлеба, он субсидируется, естественно. С учетом очень сложной логистики, цена хлеба была бы совершенно высокой. Кстати, несмотря на удаленность нашего округа, он входит в стройку субъектов северо-западного федерального округа с наиболее доступными ценами на хлебобулочные изделия. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. По данным судебного департамента Верховного суда, в 2019 году за незаконные действия нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами в Российской Федерации осуждены почти 7,5 тысяч человек. Более тысячи осужденных приговорены к лишению свободы. Большинство сроков от одного года до пяти лет. Двое приговорены к пожизненному лишению свободы. Оправданы всего лишь 6 человек. Среди осужденных есть и жители Ненинского автономного округа. Большинство из них проживает в сельской местности. За истекший период 2020 года несколько жителей нашего региона привлечены к уголовной ответственности, понесли наказание. Несмотря на то, что регион у нас является спокойным в сфере оборота оружия, но все равно проблема эта является актуальной, необходимой для разъяснения, для профилактики этих правонарушений, преступлений. И если говорить о том, что жители города более-менее соблюдают эти правила, то жители села эти правила нарушают, будь то осознанно, неосознанно, ссылаясь на то, что и подразумевая передача, допустим, оружия, боеприпасов близкому другу, родственнику, ничего страшного в себе не носит. Однако это подпадает под уголовную статью. И наказание по данным категориям дел относится от небольшой вплоть до преступления особо тяжкие. Все зависит чисто от квалификации. Поэтому своевременное обращение за консультативной помощью, будь то сотрудником Росгвардии за разъяснениями, оказанием помощи адвокатам, предотвратит допущение этих нарушений, нарушение закона. В целях правового просвещения населения округа Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии активно использует возможности региональных средств массовой информации. Так, накануне статьи об газете Нарьяна Виндер помогла жителю НИСИ стать участником программы по добровольной сдаче оружия за вознаграждение. 58-летний мужчина нашел ружье в груди мусора, а односельчане подсказали ему обратиться к участковому уполномоченному полиции. После завершения криминалистической экспертизы будет решен вопрос о выплате законопослушному гражданину 4 тысяч рублей. Мы продолжаем информировать граждан об условиях региональной программы добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия за денежное вознаграждение. Ее участники освобождаются от уголовной ответственности, бессудимости и других негативных последствий. Незнание закона не освобождает от ответственности, но в России любой человек имеет право избежать уголовного наказания за незаконный оборот оружия, добровольно сдать его и встать на путь исправления бессудимости и других негативных последствий. Что касается добровольной выдачи, действительно, законодатель предусмотрел возможность добровольно выдать оружие, боеприпасы к ним, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Тогда гражданин освобождается от уголовной ответственности, но при этом есть условия. Если эта добровольная выдача не носит своего рода принудительный характер при производстве следственных действий, либо уже по непосредственному изъятию у гражданина, то тогда да, деяния имеют место быть. Поэтому призываю граждан соблюдать правила своевременной и регистрации, и перерегистрации, получения соответствующих разрешительных документов, чтобы не допускать нарушения закона и не нести негативные для себя, возможно, и для своей семьи эти последствия в сфере уголовного закона. В Ненецком автономном округе помимо освобождения от уголовной ответственности, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, получают право на денежное вознаграждение до 15 тысяч рублей за одну единицу оружия. Отделением социальной защиты Ненецкого автономного округа с 2015 года предоставляется государственная услуга вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За этот период оружие сдали 60 человек на сумму более 300 тысяч рублей. Так, за 2019 год выплачено более 60 тысяч рублей. За текущий год более 24 тысяч рублей. Наиболее распространенная выплата вознаграждения за сдачу гладкоствольного огнестрельного оружия и патроны к боевому оружию. Также в перечне числятся такие виды оружия, как боевое, спортивное, охотничье и многие другие. В соответствии с постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 21 февраля 2012 года номер 32П, размеры выплачиваемого вознаграждения составляют 15 тысяч рублей за одну единицу боевого оружия, 6 тысяч рублей за одну единицу служебного, спортивного или охотничьего нарезного огнестрельного оружия, 4 тысячи рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного оружия, 3000 рублей за взрывное устройство, 3000 рублей за одно самодельное стреляющее устройство, 2500 рублей за одну единицу газового, травматического или сигнального оружия, 10 рублей за один патрон к боевому оружию, 5 рублей за один патрон к гражданскому или служебному оружию, 500 рублей за средства взрывания, электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в штуках, огнепроводные и электропроводные шнуры в метрах, действующие или подлежащие восстановлению. Иван Сысоев, Сергей Шарун для телеканала «Север». Информация о штрафах за дополнительное оборудование для автомобилей ранее появилась в некоторых СМИ. В сообщении говорилось, что за размещенный на крыше автомобиля багажник дополнительное световое оборудование и фаркопы с автолюбителей будут взиматься штрафы. Во вторник Госавтоинспекция Российской Федерации опровергла эту информацию. Авторы публикации утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности, сказали в ГИБДД. Заявление ГИБДД успокоило автомобилистов северян, ведь багажник на крыше машины для них не роскошь, а средства, можно сказать, первой необходимости для поездок на Большую Землю в период навигации по зимней дороге. В ГИБДД также отметили, что согласно действующим положениям технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется. Тем не менее, перед установкой дополнительного оборудования в ГИБДД посоветовали ознакомиться с техрегламентом, а также удостовериться, что на автомобиле есть место для установки багажника и изготовителям предусмотрена установка дополнительных фар. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды городское кафе «Ртишок».